Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, а это Дима. Всем привет! И мы сейчас проходим мистический квест, который для меня заказал мой знакомый хакер. Ну как знакомый, это мой бывший парень, которого я бросила. И, скорее всего, он решил отомстить мне, заказав квест из Даркнета за 1 миллион долларов. Это, ребята, очень большие деньги. Я не знаю, какие испытания нас ждут. И уже несколько испытаний мы прошли. Эти видео вы можете посмотреть на моем канале в плейлисте «Мистический квест». Вы можете найти его в описании под видео. И сейчас нам придется провести 24 часа в подвале этого заброшенного здания в поисках каких-то подсказок. Потому что в предыдущем видео мы нашли то, что мы здесь будем проходить испытания не на жизнь, а на смерть. И мы с Димой поняли, что нам придется провести 24 часа в подвале в поисках каких-то знаков. Ты думаешь, это хорошая идея провести 24 часа? Мы попробуем искать знаки при помощи ультрафиолетовой подсветки. Где-то в стенах или на полу какие-то метки. Сейчас я первый попробую. Я понимаю, что эта идея нехорошая, но одеваться нам некуда. Придется спускаться в подвал, ребята. Здесь везде находятся какие-то тайники и везде может что-то находиться. Дима, будь аккуратен, потому что в любой момент можно наступить либо на стекло. Ты можешь руку сюда попробовать запихать? Зачем? Я посвечу, если там что-то или нет. Я ничего не вижу. Нет, там ничего нет. Нужно идти дальше. Ма, это дохлая мышь, черт. Вот она лежит, прямо дохлая мышь. Жесть. Я боюсь. Знаете, здесь полно мышей. Здесь полно мышей. Или даже крыс, блин. А если кто-то выбежит, черт возьми. Короче, ребята, это просто трэш. Это реально челлендж испытания. Просто для меня зайти и спуститься в подвал. Вы проклятые, где была психбольница, где просто помирали люди. Можно сказать, их прямо здесь охранили. И ходить по этим коридорам. Здесь везде призраки. Я пойду первый. Давай руку. Дай мне руку. Все, короче, ребята, мы вместе с Димой тут по подвалам. Здесь какие-то комнаты. Я так понимаю, что это бывшие палаты. Бывшие палаты, в которых лежали. Мамочки! Я кого-то видела. Может быть, это и есть человек в марте. Черт. Подожди. Надо светить. Я не знаю. Какие-то метки, какие-то подсказки. Это просто делается на бум. Я не знаю, ребята, вообще. Смотри, Дим, еще одна палата. Здесь вообще полы полностью прогнили. Здесь даже две палаты. Черт, нереально вообще. Просто... Здесь опять кто-то копал. А здесь, наверное, что-то копали. Пытались что-то найти. Золото, может быть, какое-то. Или сокровище. Смотри. Я сейчас что-то увидел. Нет, нет. Не ходи. Не оставляй меня здесь. Не ходи. Не оставляй меня, пожалуйста. Что там? Не ходи, пожалуйста. Прошу. Не оставляй меня здесь, пожалуйста. Вот эти квадраты, смотри. Что? Вот эти, они для чего здесь? Подожди. Подожди. Какие квадраты? Блин, здесь практически в виде летают мухи. Может быть, здесь кто-то был похоронен в этой яме. И костят копали. Смотри, а они дополнительные еще, вот видишь, как будто здесь кто-то живет. Блин, Дим, давай быстрее, нам нужно пройти полностью, весь этот подвал отыскать какие-то подсказки. Я уже больше не могу здесь находиться, ты понимаешь? Хоть что-то, хоть что-то нужно найти, хоть какие-то подсказки. Вот здесь по свете. Здесь светло, здесь по свету нет ничего. Подожди, а это что такое? Да я не знаю, это какая-то еле заметная стрелка. Еле заметная стрелка какая-то. Ты думаешь, это то, что нам надо? Но здесь даже нет, не написано ничто, и не МК. Нет, я думаю, что это абсолютно не то. Пойдем дальше. Должны быть какие-то опознавательные знаки от МК. Должно быть написано, наверное, как-то МК или что-то. Я не знаю, потому что это работает, эта подсветка работает только в темных местах, понимаешь? Я здесь не зимничаю. Что это? Подожди. Вот что-то типа какой-то стрелочки. Смотри, смотри. К-М. М-К. Погоди, перенали. М. Черт! Когда? Куда? Слезь туда стрелочку, головой в сторону. Да. Подожди, подожди, не торопись. Здесь видишь, везде полы проваливаются. Подожди. Сам будь аккуратен. Будь аккуратен. Там еще продолжение, что ли, какого-то здания. Ай! Блин, ты специально что-нибудь меня пугаешь? Зачем ты эту банку толкнул? Смотри, дверь замурована, и тут что-то написано мелом. Куколь, куколы, куклы, что-то непонятное. Дим, я не знаю, у нас ничего не получается. Мы бродим просто так по этим подвалам. Никаких подсказок. Посмотри, вот здесь вот самые темные здания. Может быть, здесь есть какие-то подсказки. Вот на стене, может быть, что-то написано. Ну-ка, посвети здесь. Видно что-нибудь? Нет, видно вот то, что я свечу. Видно? Да. Ну где? Ты снимаешь как-то где? Вот, огонечек. Короче, здесь тоже, ребята, ничего нет. Я не знаю, ну что, где искать вообще? Иди, ну иди, что мне, оставляй меня одну. Сколько комнат, давай посчитаем, может быть, это важно. Сколько комнат, может быть, какие-то цифры, я не знаю. Нам нужно записывать все то, чтобы какие-то подсказки. Подожди, мы еще ходим по кругу, надо разобраться. Давай, так, вот здесь мы зашли. Нет, давай посчитаем комнаты. Подожди, это получается, это первая комната с дохлой мышью. С дохлой мышью. Еще здесь какой-то тайник. Почему здесь какой-то тайник? Там внутри, может быть, там внутри нужно порыться, я не знаю. Может быть, там что-то. Брось туда камень сначала. Камень брось туда какой-нибудь. Глубоко вообще там? Глубоко, да? Нет, там глубоко. Нет, он туда не может спрятать. Ладно, посчитаем эту комнату как раз. Раз комната. Дальше давай еще комнату считать. Нужно все как бы проверять. Вот здесь сколько комнат? Смотри, тут крыша вообще может. Здесь крыша провалилась второй этаж. Сюда нельзя. Здесь две комнаты. Раз, два, три. Три комнаты получается. Так, ладно, запомни. Нужно запоминать все. Здесь еще две комнаты. Сколько это получается? Четыре, пять. Получается пять комнат, да? Здесь вот усиленный какой-то потолок. А там вот деревянный провалился. Пять комнат. Это комната шестая. И внутри это большая комната шесть. И внутри седьмая комната. Там мы нашли стрелочку. Как раз ведущую сюда. Здесь тоже как будто бы как-то стрелочка и МК. Но очень плохо видно. Видимо, он давно вот это все оставил здесь. Вообще ничего не видать. Блин, здесь же было. Пропало все. Послание же было от МК. Ничего не понимаю. Короче, сколько комнат насчитали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Девять. А что здесь? Девять. А что здесь написано? Я. Что написано? Я люблю тебя. Кто-то еще в любви признается в таких забросках. Это девять, да? Девять. 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 Здесь куча записей. И какая из них для нас? Девять. Так, это десятая. Или это та же комната? Нет, это другая. Десятая комната. Комната десятая. А здесь что делать? Не знаю. Там коридор? Здесь выход. Одиннадцатая комната и выход. Здесь хотя бы нормальный выход. И вот еще. Это как двенадцатая, как комната, да? Вот это. Здесь нормальный выход. Здесь выход нормальный, Дим. Но мы ничего не нашли в подвалах. Мы ничего не нашли в подвалах, Дим. Что нам делать-то? Неужели... Короче, ребята, если мы не успеем найти, да, темноты здесь, какое-то послание, нам придется здесь остаться с ночевкой. Это вообще самое страшное. Ты представляешь, ночевать здесь жуть привидениями. Я думаю, здесь ночевать категорически нельзя, потому что здесь очень опасно. Так у нас написано послание на жизнь и на смерть. Если мы не найдем, нам придется здесь ночевать. Так, подожди. Ну что ждать, Дим? Ну давай ищи уже, я не понимаю. Что ты найти, что ничего не можешь? В конце концов ты мужчина или кто? Подожди, надо повнимательнее все посмотреть. Смотри! Может быть, на фотографии фотография была сделана. Пожалуйста, отыщи мне эту чертову подсказку! Мне кажется... Найди ее! Должно быть что-то вот в этих отверстиях. Что? В каких отверстиях? А что это за замурованная стена здесь? Что, выход какой-то был? Может, ее кувалдой разбить? Может, там что-то? Потому что вот кажется, как будто налепили кладку прям свежую. Просто налепили все просто, чтобы закрыть дверь. Я не понимаю. Смотри. Что это? Какая-то бумажка. Да бумажка, мало ли, здесь полно всяких бумажек. Давай, доставай, открывай. Что это там? Что там? Дим, это QR-код. Это зашифрованное послание. Смотри, с обратной стороны МК. Блин, фуф ты, класс! А что за QR-код? Что там написано? QR-код, это нужно скачивать специальное приложение, которое... Что-то там будет показано. Какие-то новые координаты или что-то. Я не знаю. Нужно скачивать приложение. Нет, надо скачивать его. У меня нет приложения. Сейчас я скачаю. Сейчас, погоди, я положу. Слава богу, ребята, мы отыскали эту подсказку какую-то. Я не знаю, может быть, их несколько... Короче, здесь сломанная лестница, замурованная стена. В замурованной стене просто наше... Получается, здесь все сломано. То есть, ты считаешь, что 11 комнат вообще, что ли, то, что я считала, это вообще не нужно? Я думаю, может быть, еще что-то есть на втором этаже. Второй этаж? Там вообще на втором этаже полы все проваливаются. Там я не знаю, там можно ходить или нет. Так, вот, загрузилась, смотри. Сейчас я буду... Сейчас я буду сканировать. Сейчас я... Вот, загрузилась, сейчас я буду сканировать этот код. Вот, смотри, ответ. Доска духов. То есть, в этой картинке зашифрована доска духов? Ты что, хочешь сказать, что мне нужно искать доску духов на втором этаже? Он что, реально прикалывается? А зачем нам доска духов? Я не знаю. Видимо, он хочет, чтобы мы вызывали духов в этой заброшке. Ну, блин, это вообще сумасшествие. А реально, если, блин, даже если духов, например, даже на самом деле не существует, но здесь просто это невозможно это сделать, это страшно. А если реально что-нибудь случится? А если, блин, действительно что-то существует? Какое-то паранормальное явление, какой-нибудь монстр придет? У меня же фарт случится, сердце откажет. Короче, Дима, я так понимаю, надо искать доску духов. Давай попробуем вот здесь подняться. Ну, ты как думаешь, надо искать? К чему это вообще послание? Ну, что ты кричишь на меня? Ну, я не знаю, потому что меня колотит уже, мне страшно здесь. Что означает это послание доска духов? Может быть, мы не здесь должны найти доску духов? А где? А где? Может, это что, по помощи нашей доски духов вызвать? Какой нашей? Ты забыл? У нас все доски в доме исчезли, пропали, блин. Он просто нас ограбил, этот хакер. Он все, что из дома, все, что мы снимали, для того, чтобы мы больше не снимали никакие мистические виды, он все украл. Все наши маски, все наши доски, он все похитил. Ничего дома нет. Мы же нашли подсказку, он был у нас дома. Видимо, он спрятал где-то нашу доску, где-то здесь. И хочет заставить нас ее найти, чтобы мы снимали. Блин, Дим, аккуратнее вообще. Мы здесь разве можем подняться? А как мы здесь поднимемся? Ты что, гонишь? Как залазить-то? Здесь даже лестницы нет. Это все держится. Смотри, на балках это все осыпается. Это надо где-то с другой стороны как-то заходить. Я не знаю. Короче, ребята, мне кажется, что мистический квест спрятал где-то доску духов. Или здесь, или где-то в другом месте. Поэтому на этой подсказке мы нашли доска духов. Но я не знаю, стоит ли нам здесь оставаться или вообще что делать. Потому что, ну, как бы оставаться здесь, это вообще не вариант на сночевку. Иди. Короче, ребята, поддержите нас лайком. И мне кажется, здесь, если оставаться с ночевкой, то, мне кажется, мы не доживем. Мы не доживем реально до утра. Здесь полюбаса, блин, да даже если не призвать, то просто будет здесь что-нибудь отвалиться, падать. И я с ума сойду просто со страху. Я могу, конечно, подняться. Давай поднимемся сейчас на второй этаж. И поищем, если есть здесь доска духов. Если на втором этаже никакой доски духов нет, то тогда надо валить, короче, отсюда. До свидания.